Обсудим теперь механизм вызова функции и роль скобок в этом механизме. Напишем последовательно два идентификатора, fu и bar. Эти идентификаторы, конечно, нигде не определены, но вот синтаксис двух последовательных идентификаторов обозначает применение функции fu к своему аргументу bar. В других языках, когда мы хотим вызвать функцию одного аргумента, мы заключаем аргумент в скобке. Скажем, на языке c запись была бы такой. Однако на хаскеле это не так. На хаскеле вызов функции не требует заключения аргументов в скобке. Скобки используются для другой цели, а именно для группировки аргументов в том случае, когда у нас выражение представляет собой последовательность нескольких вызовов функции. Например, вычислим следующую величину r cos cos π. Вернуть это, конечно, должно значение π. На хаскеле это записывается следующим образом. Здесь мы говорим, что cos π должен быть вычислен сначала, а потом результат этого вычисления должен быть передан в функцию r cos. Что делать в ситуации, когда у нас функция не одного аргумента, а нескольких аргументов? В этом случае в хаскеле применяется следующий синтаксис, а функция f применяется последовательно к двум своим аргументам, x и y. Таков синтаксис вызвал функции двух аргументов. Ну, в качестве примера мы можем привести, скажем, библиотечную функцию нахождения наибольшего числа, функцию max. Если применить ее к двум аргументам 5 и 42, то функция max вернет на его значение наибольшего из этих аргументов. Итак, если мы заключим 5 и 42 в скобке, то это будет неверный синтаксис с точки зрения хаскеля, а вызов функции двух аргументов выглядит как последовательная передача этих аргументов внутрь этой функции. То, что я сейчас сделал неправильно, но вот вы видите, что хаскель мне выдал огромное сообщение об ошибке, с которой мы сейчас разбираться не будем.